Всем привет! Продолжаю знакомить вас с радиостанциями, выпускающимися под торговой маркой Retavis. Напомню, у меня есть целая серия обзоров техники с такой торговой маркой, и в этот раз расскажу о радиостанции Retavis RT29. Это носимая УКВ радиостанция, выполненная как профессиональная радиостанция, то есть имеет минимум органов управления, переключатель каналов и частоты каналов программируются с компьютера. Такая радиостанция выпускается в нескольких вариантах. Она существует на диапазон VHF 136-174 МГц и на диапазон UHF 400-470 МГц. Это одна диапазонная радиостанция, она может работать или в одном диапазоне, или в другом. Также существует еще влагозащитная версия такой радиостанции, у которой предприняты различные меры для влечения ее пылевлагозащищенности. Соответственно может быть влагозащитная версия как на VHF, так и на UHF. И еще бывает такая радиостанция в оранжевом корпусе, у меня как вы видите в черном корпусе. Эта радиостанция имеет 16 каналов. Каналы переключаются переключателем, который имеет фиксированных 16 положений. Это не валкодер, который крутится по кругу, а именно 16 фиксированных положений. К каждому положению соответствует один канал. Частоты каналов программируются с компьютера с помощью специальной программы. Программа естественно без проблем скачивается с сайта Retavis. Для каждого канала можно задать частоту приема, частоту передачи, мощность высокая или низкая, субтон приема, субтон передачи и еще несколько параметров. Для подключения этой радиостанции к компьютеру во время программирования на боковой стенке есть многоконтактный разъем. И для того, чтобы программировать эту радиостанцию нужен специальный кабель для программирования. Кабель содержит внутри себя микросхему USB to Serial и имеет соответствующий разъем с тремя контактами. Разъем абсолютно такой же как у радиостанции HD1, о которой я вам уже рассказывал. Соответственно Tangenta, микрофон с динамиком от радиостанции HD1 тоже подходит к этой радиостанции RT29 и соответственно наоборот. Мало того, аккумуляторная батарея у радиостанции RT29 тоже совместима с радиостанцией HD1, то есть эти аккумуляторные батареи имеют абсолютно одинаковую конструкцию и внешний вид. Кабель для программирования может входить в комплект, а может и не быть. В комплекте все зависит от продавца и от варианта комплектации, который вы выбрали. А вообще в комплект входит следующий предмет. Естественно сама радиостанция, аккумуляторная батарея, состоящая из двух элементов, из двух банок с заявленной емкостью 3,2 ампер часа. Достаточно крупная батарея. Антенна однодиапазонная с разъемом СМА на антенне СМА мама на радиостанции СМА папа, как у большинства китайских радиостанций. Антенна, еще раз поясню, однодиапазонная. Если вы выбрали VHF вариант радиостанции, то антенна будет на VHF, если UHF вариант, то антенна будет на UHF. Также в комплекте есть зарядное устройство подставка, которая питается от адаптера. Адаптер для работы от сети переменного тока, тоже может быть для разных регионов с разной вилкой. Зарядное устройство это тоже совместимо с радиостанцией HD1, так как аккумуляторы имеют одинаковую конструкцию. Естественно в комплекте есть еще прищепка клипса, которая присоединяется к задней стенке радиостанции, ремешок для того, чтобы вешать радиостанцию на руку и инструкции по эксплуатации на английском языке. Работает эта радиостанция в аналоговом режиме с обычной частотной модуляцией, цифровых режимов никаких нет. Есть функции скрэмблера с частотной инверсией, есть функции компандера, то есть это компандерная система шумопонижения. В режиме передачи работает как компрессор, в режиме приема работает как экспандер. Чтобы ее использовать нужно, чтобы такая функция была включена на всех радиостанциях, работающих в вашей сети. Если включить ток на какой-то на одной, то эта радиостанция будет не очень хорошо принимать все остальные, на которых не включен компрессор. Органов управления у радиостанции минимум, кроме переключателя каналов на 16 положений, есть еще регулятор громкости, совмещенный с выключателем питания, и три кнопки. Естественно кнопка включения режима передачи, достаточно крупная и удобная, и две маленькие кнопки, функции которых можно запрограммировать из программы. Но функции на эти кнопки программируются только на короткое нажатие, то есть только две функции может быть, а не четыре. Длинного нажатия нет и набор функций достаточно ограничен. Это конечно же есть открытие принудительный шумоподавителя. Также может быть назначена функция включения-выключения скрэмблера, функция включения-выключения режима VOX и запуска сканирования. К сожалению, переключение мощности не может быть назначено на эти кнопки. Кстати о мощности. Эта радиостанция с повышенной мощностью заявлена выходная мощность максимально 10 ватт, то есть это не обычная 5 ваттная радиостанция, радиостанция, имеющая повышенную выходную мощность. От экземпляра к экземпляру мощность может заметно отличаться, а в режиме пониженной, то есть low, выходная мощность почему-то даже немного больше 5 ватт. Потребляет эта радиостанция от аккумулятора в дежурном режиме при закрытом шумоподавителе очень немного и производитель обещает аж до 250 часов времени работы этой радиостанции в дежурном режиме. Емкость аккумулятора большая, потребление маленькое, в общем-то неудивительно. И кстати говоря оба схемотехники и архитектуре, так скажем, этой радиостанции. Конечно же сделана она на одной микросхеме, благодаря чему и потребляет так мало. Одна микросхема это БК-4815, хорошо что не РДА-1846, хоть как-то эта радиостанция может еще работать в крупном населенном пункте. Конечно же не с подключением внешней антенны, а со своей штатной переносной антенны или с какой-то другой антенны, которая работает именно как носимая у вас в руке находясь, а не установлена на крыше здания. А вообще по конструкции эта радиостанция обычная. Одна печатная плата, на которой элементы установлены с двух сторон, и эта плата крепится к селуминовому шасси. Шасси является теплоотводом для транзистора выходного каскада усилителя мощности передатчика. Звук встроенного громкоговорителя достаточно громкий и среднечастотный. Кричит она очень громко. Это еще не максимальная громкость. В отличие от многих очень малогабаритных радиостанций, у которых корпус маленькие размеры имеет, и громкоговоритель тоже маленький, эта радиостанция звучит очень громко. На улице где-то в шумном месте будет ее слышно неплохо. В режиме передачи модуляции тоже среднечастотная. Чувствительность микрофона не очень высокая. Видимо, все-таки предназначена больше для работы в каком-то шумном месте. Давайте послушаем, как звучит сигнал этой радиостанции в эфире, как обычно я поизлучаю с нее, а сигнал будет принимать трансивер FT847 с линейного выхода, которого вы услышите низкочастотный сигнал. Если включить режим компандера, который к сожалению нельзя включить отдельно только на прием или только на передачу, то звук будет гораздо более компрессированный, но при этом включится у нас в режим прием экспандер, который не позволит нам качественно хорошо принимать радиостанции, у которых не включен компрессор. Но если включена вся эта система целиком на всех радиостанциях, то качество связи может немножко повыситься и как минимум улучшится соотношение сигнал-шум низкочастотный. А с выносной тангентой с динамиком и микрофоном от радиостанции HD1 сигнал звучит так. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка выносной тангенты с радиостанцией РТ29. Прием. Девочка Марина, девочка Марина, прием. Да, Алексей Александрович, я тут. На приеме. Ты куда пропала? Как у тебя дела там приема? Я потерялась на набережной, хожу, гуляю, дышу воздухом, кайфую, греюсь на солнышке, мне хорошо. Вот такая вот радиостанция, минимум органов управления разных функций, но зато повышенная мощность 10 ватт, крупные размеры корпуса. Мне кстати нравятся радиостанции крупных размеров, они маленькие, которые можно зажать в руке и не видно их. Как минимум звучат они лучше в режиме приема, ну и просто держать приятней. Аккумулятор емкостью 3,2 ампер часа, заметная емкость, и в режим прием долго должна работать. И для повышенной мощности передатчика тоже такая емкость желательно. И что самое главное, сделана эта радиостанция хоть и на одной микросхеме, но по крайней мере на БК-4815, а не на РДА-1846, так как на РДА-1846 радиостанция, например какой-нибудь Баофенг, работают очень плохо, если в крупном населенном пункте выйти в какое-то место, где много разных средств связи, то вы услышите одни только прерывания и обрывки на радиостанции, сделанные на РДА-1846. На БК-4815 хоть как-то что-то можно в таких условиях связаться. Что касается пыли и влагозащиты, то конечно такие радиостанции не предназначены для длительного погружения на большую глубину в воду. Да это и не требуется, но по крайней мере здесь проклеены герметиком громкоговоритель, микрофон, разъем для программирования, кнопки. И под органы управления, такие как регулятор громкости, переключали каналов, под ручки проложены резиновые прокладочки, разъем антенной тоже уплотнен резиновой прокладкой. Все это конечно же позволит этой радиостанции лучше переносить дождь и влагу, какую-то сырость. Конечно же ссылка на страницу, где можно приобрести такую радиостанцию и на страницу, где можно скачать к ней программное обеспечение есть в описании к этому видео. Спасибо, что смотрели это видео. Используйте различные радиостанции, пользуйтесь радиосвязью, она вам может пригодиться в разных обстоятельствах. Конечно же смотрите мои видео, подписывайтесь на канал. Здесь был Алексей Игонин, всем пока!